не время умирать слоган последних двух лет нашей жизни и название нового равно последнего фильма о джеймсе бонди иронично нет да начало фильма идиллия романтика тихая гавань прогулки на закате поцелуи отмеривший шестой десяток джеймс бонд греет костя на курорте со своей возлюбленной и решив навестить кости предыдущей возлюбленной находят приключение на свою впрочем ничего нового конвейер эпичных экшн-сцен открывает перестрелка на мосту и снова перелеты через пропасть на веревке ну откуда у киноделов страсть к сквернению физики гравитации логики и откуда вообще главный герой знал что эта веревка выдержит и что она вообще там к чему-то прикреплена изначально сценарий фильма писал режиссер дэнни бойл ну там что-то не срослось и продюсеры позвали режиссера кэри фуку нагу который привлёк двух сценаристов из прошлых фильмов бандиановской франшизы и там тоже что-то не срослось тогда продюсеры позвали пола хаггиса и он куда-то отвалился и потом продюсеры обратились за помощью к фиби бридж она пыталась реанимировать нарии ну ничего не получилось в итоге они дописывали сценарий даже после съемок и это заметно очень даже теперь ясно почему я снова выгодил очередной отпрыск франшизы придерживается старой стандартной рецептуры злодей с эффектной внешностью есть кстати тут их даже два раме малик и кристо вальц раме малик вообще не играет он просто два с половиной часа пялиться в экран вот так бон на светской тусе врага с эффектной красоткой есть зверский план по уничтожению мира есть это некий вирус который хотя запустить народ то бы все повымирали где-то мы это уже слышали и вообще кстати в 2019 году начали снимать совпадение не думаю огромная злодейская база с нелепым дизайном есть бонда мобиль в действии есть тут у астон мартина бомбы вылетают из-под бампера пулеметы в парах а стекла машины видимо из титана вообще можно было не отстреливаться просто сидеть тихонечко в машине смотреть друг на дружку как он и сделал впрочем пока в него стреляли футуристично шпионская техника есть самолет который подводная лодка тоже есть я пошутил или нет и так резюмируем дано захватывающая завязка трогательный финал все равно оставляющий нас легким шлейфом недоумении а посередине два часа невразумительной бредятины тут некоторые возмущаются что возможно следующим агентом 007 будет женщина а давайте-ка припомним что в каждом фильме красивые женщины трофеи бонда мрут как мухи а у такой и заводят новую женщину а ну-ка кто первый собьет рюмку с ее головы победил что ты на это скажешь жалко хорошие виски короче даже если вам не понравится этот фильм то точно возникло желание пересмотреть прошлой части бандианы а всем для этого располагает система кинотеатр систем